Генетики расшифровали геномы первых сибириков и эскимосов. Генетики расшифровали геномы первых сибириков и эскимосов вчера, 20 часов. Кэрта Мэджанда, дизайн by Мишел О'Райли. В представлении художника. Кэрта Мэджанда, дизайн by Мишел О'Райли. Москва, 5 июня РИА Новости. Ведущие полиогенетики мира расшифровали ДНК древних сибирских народов и обнаружили намеки на то, что Северная Евразия, как и Америка, заселялась в несколько волн миграций. Следы двух из них сохранились в геномах некоторых племен эскимосов и народов Чукотки, а другие бесследно исчезли, пишут ученые в журнале Nature. Мы не смогли бы раскрыть судьбу полиоэскимосов и других народов, используя только лишь археологию. Сочетание ее методов с генетикой помогло нам улучшить понимание того, как развивалась самая ранняя история этого региона. Используя новые модели, мы распутали этот сложный генетический узел, объединявший народы по обе стороны Берингово пролива, рассказывает Павел Флегонтов из Института проблем передачи информации РАН в Москве. Первые народы. Как сегодня считают ученые, первые люди проникли на территорию современной Арктики около 24-17 тысяч лет назад, когда последняя эпоха оледенения закончилась и полярная шапка начала отступать. За последующие 10 тысяч лет предки современных коренных народов Сибири успели колонизовать сразу два континента, Евразию и Северную Америку, и сформировать множество уникальных культур. 11 июля 2012 года. 22-6. Предки индейцев переселились в Америку в три волны миграции. Ученые многие годы мы дискутировали, была ли заселена Америка в результате одной или нескольких миграций из Сибири. «Наше исследование подводит черту под этим спором. Индийцы являются потомками сразу нескольких волн переселенцев», пояснил руководитель группы Андрис Руис Ленарис из Университетского колледжа Лондона, Великобритания. Достаточно долгое время ученые считали, что предки индейцев переселились в Америку из Южной Сибири и Альтая в ходе единственной волны миграции, которая произошла примерно 14-15 тысяч лет назад. В пользу этого говорит большинство известных нам археологических памятников на территории Северной и Южной Америки. Открытие скандального кенневикского человека, больше похожего на аборигенов Океании и Австралии, чем на азиатов, и генетические данные, полученные российскими и зарубежными исследователями в 2012 году, заставили многих исследователей считать, что предки индейцев переселялись в Новый Свет как минимум в 3 или даже 4 волны миграции. Все они произошли в разное время и начинались из разных источников. Фото. Елена Павлова. Ученые проводят раскопки на Янской стоянке, древнейшем стойбище человека на территории Арктики. В последние годы все эти загадки пытались разрешить две больших группы полиогенетиков, которыми руководят два известнейших специалиста Дэвид Рейч из Гарвардского университета США и Эсквилерслев из Университета Копенгогена, Дания. И в тот, и в другой коллектив входит большое число российских ученых из ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга и Магадана. Им удалось найти ответы на многие эти вопросы благодаря нескольким удивительным находкам, сделанным российскими археологами в последние десятилетия. К примеру, в начале текущего века они обнаружили в нижнем течении реки Яна пока самую древнюю стоянку первых жителей Сибири, чей возраст составляет около 32-31 тысячи лет. Позже ученые нашли внизу в их реке Колымы фрагменты черепа, пролежавшего в земле почти 10 тысяч лет, а также множество других останков людей в прочих уголках Чукотки и Восточной Сибири, внутри которых сохранилось достаточно много обрывков их генома. Исследователи восстановили и прочитали их, сравнив их с ДНК современных народов Севера. 21 июля 2015 года, 26. Ученые, индийцы Южной Америки оказались родичами полинезийцев. Масштабный анализ ДНК различных племен индийцев показал, что современные аборигены Амазонии являются родственниками полинезийцев, и это говорит о том, что их предками были не только древние жители Сибири, но и Юго-Восточной Азии. Это позволило командам Рейча и Виллер слева проверить уже существующие теории и раскрыть новые тайны из жизни древних народов Сибири и эскимосов. Несмотря на схожие задачи, обе группы ученых сосредоточили свои усилия на разных проблемах. Американского генетика и его российских коллег интересовала относительно современная история появления эскимосов, а его датского коллегу древнейшая история заселения Сибири. Они пришли как к схожим, так и к очень разным выводам. К примеру, и та, и другая группа ученых подтвердила, что и Северная Америка, и Сибирь заселялись в несколько волн миграций древних народов, хотя их представления об их характере заметно отличаются. Сибирские гены В частности, ДНК из молочных зубов людей, живших на берегах Яны, и череп обитателя Колымы подсказали Рейчу и его коллегам, что первые жители Заполярья, так называемые древние северные сибиряки, были совсем не похожи на современные народы Крайнего Севера. Они были потомками не азиатских, а западных евразийских народов, от которых они отделились примерно 44 тысячи лет. 18 июня 2015 года, 2012. Генетики, скандальный кеневикский человек все же был индейцем. Палеогенетики извлекли ДНК из останков скандально известного человека из кеневика, одного из первого жителей Америки, и подтвердили, что он все же был предком индейцев, а не протеазиатом, как считали антропологи, отневшие по этой причине скелет у местных краснокожих. Сами палеосибиряки, чьи следы сохранились в черепе скаломы и в ДНК современных чукчей, эскимосов, коряков и тельменов, примерно 10 тысяч лет назад уступили место третьей группе народов, которую генетики назвали неосибиряками. Их отголоски можно найти в геномах и венов и других народностей Якутии и Чукотки. Открытие палеосибиряков было особенно интересным для ученых, так как они служат, как выразился Велерслев, своеобразным потерянным звеном, соединяющим популяции древних азиатов, древних северных сибиряков, а также современных эскимосов и индейцев Северной Америки. Эти люди, как считает вторая группа ученых, послужили прародителями для палеоэскимосов особой группы народов, проникшей на территорию Аляски и других приполярных регионов Северной Америки около 5000 лет назад. Они смешались с уже жившими здесь первыми народами, что дало жизнь яскимосам и индейцам, говорящим на языках на Адене. 14 марта 2014 года 9-5 предки индейцев провели в Берингии несколько тысяч лет, считают ученые-лингвисты проанализировали индейские языки, относящиеся к семье на Адене, и енисейские языки, которые существовали в Сибири до 19 века и дошли до нас в словарях того времени. Субтитры создавал DimaTorzok